МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как развивается наше региональное отделение Школы Безопасности. Здравствуйте, Надежда Михайловна. Доброе утро. С прибытием вас в Биробиджан. Спасибо большое. Утро у вас сегодня чудесное. Несмотря на то, что в Москве у нас ночь, движение Школы Безопасности развивается и днем, и ночью. В настоящий момент у нас уже в движении находятся именно сертифицированных участников. Это 165 тысяч детей и молодежи по всей стране. О движении в этом году исполнилось 25 лет. 21 июня мы отметили, такой у нас был праздник большой, бенефис Школы Безопасности в городе Москве. А ежегодное итоговое мероприятие, которое проводит Школа Безопасности для того, чтобы наградить своих лидеров, наградить своих героев. Дети-герои у нас тоже есть. Это фестиваль. В этом году он уже будет восьмой от предмета ОБЖ от безопасной жизни. Вообще Школа Безопасности, когда ее 25 лет тому назад, у истоков стоял Сергей Кожугетович Шойгу и Юрий Леонидович Воробьев. Тогда Министерство образования и науки в то время и Министерство МЧС России создали экспериментальную площадку для того, чтобы к предмету основы безопасности жизнедеятельности привязать именно практические занятия. Поэтому мы до сих пор реализуем в тесном контакте с педагогами ОБЖ. И поэтому именно сегодня здесь, на вашей биробиджанской земле проводится учебно-методический сбор с педагогами ОБЖ для того, чтобы им рассказать новые документы нормативные, чтобы их мотивировать на то, чтобы можно было с ними работать более активно и по созданию в том числе движений в регионе, по созданию наших первичных ячеек. Они у нас такие, как юный пожарный, юный спасатель, юный водник для того, чтобы привлечь ребят. Вчера мы встречались не только с педагогами, но встречались еще и с вашими образовательными организациями, с учениками, которые входят в состав российского движения школьников. Я вообще член Координационного совета РДШ. Вчера мы записали поздравление, потому что у руководителя РДШ, это космонавт Сергей Рязанский, был вчера день рождения, поэтому мы дружно его поздравляли. Вообще в вашей области есть такие звездочки, как Янина Диана Владимировна, которая активно ведет эту работу. И буквально сегодня в школе безопасности Еврейской автономной области исполняется 10 лет. Поэтому мы сегодня будем честовать тех, кто получил заслуженные награды. А наград у нас в этом году прибавилось. У нас не только грамоты всероссийского значения. В этом году появились первые награды. Это отличник движения школы безопасности, это лидер движения школы безопасности и медаль 25 лет движения школы безопасности. Но следует сказать о том, что мы всегда еще имели возможность пользоваться наградами Российского союза спасателей, потому что движение школы безопасности – это детское крыло Российского союза спасателей. И, конечно же, наградами МЧС России. Допустим, такие почетные грамоты министра. В этом году у нас 100 человек в движении получили эти грамоты и 10 медалей за пропаганду спасательного дела. А учитывая, что их получают не только ребята, но еще и педагоги, особенно это важно для педагогов, которые в возрасте, потому что это звание ветерана труда. Ну, я смотрю, 19-й год урожайным оказался на приятные события. 25 лет всему движению. И день рождения руководителя организации, создателя, космонавта. Ну, это Эрдыша, да. Да, Эрдыша, да. И плюс… Им всего 4 года. И сегодня еще день рождения нашей областной организации. Вот интересно было бы знать, вот Ваша оценка того, как развивается наша организация, как идут дела. Может быть, у нас какие-то особенные достижения есть? Ну, следует сказать, что Ваша команда, которая осваивает соревновательную часть, потому что высшим достижением, чтобы показать свои действия именно на практике, является соревнование. Ваша команда в прошлом году ездила на соревнования. У нас есть три вида международных соревнований. Это слет юных пожарных и спасателей в Республике Беларусь. Это соревнования «Юный спасатель» в Республике Азербайджан. Есть соревнования «Школы безопасности». Они в следующем году будут на территории России. И в этом году впервые, впервые по нашей программе, мы два года работали с Казахстаном, прошел первый слет юных пожарных и спасателей в городе Кокшетау. Именно туда была номинирована среди всех команд, а у нас их много в России, Ваша команда, команда из города Беларусьбург, и она заняла второе место. Она стала серебряным призером первого слета юных спасателей и пожарных в Республике Казахстан. И третье место они в прошлом году привезли из Азербайджана. То есть она такая довольно-таки именитая. Очень приятно об этом слышать. Спасибо. Чтобы на территории Республики как можно больше развивалось это движение. Потому что, учитывая, как мы работали сейчас на учебно-методическом сборе, педагоги мотивированы. Они хотят заниматься. Конечно, нет той материальной базы, на что хотелось бы обратить внимание именно Министерство просвещения ваше. Потому что не только надо и руками потрогать. У вас очень мало тренажеров. Но, тем не менее, если есть мотивированные люди, то это будет развиваться. Потому что самое главное все-таки человек, педагог. Спасибо. Ну, в общем-то, Надежда Михайловна, вы предвосхитили все мои вопросы. Доклад у вас, как у военных, исчерпывающийся сторонний. Но я хотела бы еще сказать о том, что вот наше движение, это движение, которое под крылом Российского Союза Спасателей. В Российском Союзе Спасателей две таких организации, которые являются ее партнерами. Это наше движение Школы Безопасности, Российский студенческий корпус спасателей, который сейчас Козеев Евгений Викторович возглавляет. И, значит, непосредственно сам Российский Союз Спасателей. 24 тысячи добровольцев. То есть это такая же структура, как МЧС России, только она общественная. То есть мы объединяем добровольцев. И именно они приходят тоже на помощь наравне с МЧС России. Но у нас немного миссия другая. У нас самое главное – это обучение населения. Поэтому честь и хвала, наверное, тем добровольцам, которые по зову сердца и души стоят именно на том, чтобы формировать культуру безопасности жизнедеятельности населения. Несомненно. А как же стать участником всех этих организаций? Как вступить? Элементарно. Если у вас есть такой вот зов души, то вы можете прийти в свое региональное отделение. На сайте Российского Союза Спасателей, на сайте ВСКС, на сайте движения есть специальное табло «Хочу стать участником». Вы туда просто вносите свои данные, с вами связываются, вы приходите в организацию. Все это добровольно. Но при этом мы вас обучаем, экипируем. То есть если вы отправляетесь на решение какой-то ситуационной задачи либо сложной ЧАЭС, в том числе, допустим, наши добровольцы на Дальнем Востоке очень прекрасно себя показали. Потому что они не только сдерживали вот эту дамбу с водой, но самое главное – это гуманитарная помощь, которую мы оказываем. То есть мы формируем гуманитарный груз, отправляем его, непосредственно наши добровольцы едут, вручают всем пострадавшим. В том числе, допустим, и Луганска, и Донецк. Точно так же наши грузы совместно с МЧС едут, как бы оказывают помощь. У нас даже был такой случай, что Сирия в ответ, когда мы оказывали ей помощь, прислала нам целый самолет апельсин. Ну здорово, когда люди отзывчивы так и щедро приносят свою благодарность по возможности и по своим силам. Вот, наверное, именно за то, что вот такие люди отзывчивы, особенно те, которые попали в беду, люди добровольцами становятся. Ради вот этого добра ответного, который можно увидеть, получить. Тем более вчера был День Добра. Как все совпадает, интересно. Ну и действительно, такие люди в нашем регионе, где что не поводок, то пожар. Конечно, каждые рабочие руки, экспертные умения какие-то на счету, и лишними не будут. У вас в Хабаровске очень прекрасная есть организация тоже Российского союза спасателей, и детское движение там хорошо развитое. Тамара Хачатряна его возглавляет, которая создала большую сеть мобильных отрядов. Это наша новая форма детского движения по работе с населением, когда обучается мини-отряд всем, в том числе самое главное, наверное, приемом оказания первой помощи. И потом этот отряд идет в население, этот отряд идет в образовательные организации, и уже обучают непосредственно людей, как оказались, допустим, в какой-то ситуации, и можно оказать эту первую помощь, а самое главное, самокомощь. Личная безопасность должна быть на высоте у нас. И умение грамотно действовать. Но главное, хотелось бы, чтобы эти ситуации все-таки не возникали. Пусть мы будем уметь это все, но пусть это нам никогда не пригодится. Да, это самое главное. Знать, уметь и никогда не пользоваться. Спасибо большое, Надежда Михайловна. Успехов Вам в работе, развитию Вашей организации и приятного пребывания в Биробиджане. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова